Привет подписчикам канала Техноарена и всем, кто случайно открыл это видео. Смартфоны среднего класса неизбежно становятся бестселлерами года благодаря доступной цене и перспективным характеристикам. Сейчас у компании ZTE эта модель Blade V2020, которая конкурирует с Redmi Note 9, от Xiaomi. Какой из них лучше? Сравнение покажет. Напоминаю, что я всегда сравниваю только смартфоны, официально выпущенные на российском рынке. В продаже есть и другие варианты, зависит от выбранного магазина. В описании к видео прикреплены ссылки, по которым вы можете проверить текущие цены и параметры ZTE, V-Blade 2020 и Xiaomi Redmi Note 9. А если вы поддержите мой канал лайком, подпиской с колокольчиком или комментарием под видео, это будет ошеломительно. Дизайн смартфонов Blade V2020 и Redmi Note 9 соответствует цене. Это обычные достаточно толстые пластиковые плитки с сенсором отпечатка пальцев сзади. Аппарат ZTE доступен в двух глянцевых цветах, насыщенный черным и жемчужно-белым. Имейте в виду, что светлые расцветки труднее заляпать при использовании без чехла и царапины там будут не так заметны. Зато черный Blade V2020 выделяется оригинальной красной кнопкой питания. Квадратный блок основных камер отдаленно напоминает стиль iPhone. Комбинированный двойной лоток для сим-карты флешки выдвигается из верхнего торца смартфона. Снизу есть аудиоразъем для наушников. Подбородок очень маленький. Над экраном имеется любимый всеми светодиод оповещений, довольно яркий, в настройках для него даже предусмотрен ночной режим, чтобы не будил случайно, если у вас чуткий сон. Redmi Note 9 практически не отличается по габаритам, однако более емкий аккумулятор добавил несколько граммов веса. Блок основных камер оформлен немного иначе и маскирует в себе сканер отпечатков. На выбор доступны больше цветов – белый, серый, синий и бирюзово-зеленый. К дополнительным плюсам смартфона Xiaomi относятся инфракрасный передатчик дистанционного управления и раздельный тройной лоток для карточек. В технических параметрах дисплея принципиальных отличий нет. ZTE и Xiaomi оснастили свои смартфоны довольно крупными матрицами одного типа, в одной диагонали и одного разрешения. Даже точечный вырез под фронтальную камеру в одном и том же углу расположен. Оба экрана без изгибов по краям, вообще никакой разницы. Они просто одинаковые. Яркости подсветки хватает для комфортного использования смартфонов на улице в солнечный день, правда в тени. Угол обзора широкий, цвет изображения сильно не искажаются при взгляде на экран со стороны. В настройках дисплея есть все необходимые регулировки, режимы, темная тема, коррекции цветопередачи, режим чтения и прочее. Бонусами Redmi Note 9 является неплохая защитная пленка, наклеенная с завода поверх бронестекла Gorilla Glass с олеофобным покрытием. А ZTE Blade V 2020 может автоматически улучшать качество видео. Такой себе бюджетный аналог HDR10, ну и площадь экрана самая большая в своем классе. Он занимает 91,5% лицевой стороны смартфона. Blade V 2020 и Redmi Note 9 из коробки работают на 10-ом андроиде. Компания ZTE предлагает фирменный интерфейс Mi Favoru, который почти не меняет стандартный вид системы Android. Предустановленных приложений целая куча, включая полезные и не очень, например, новости от Sony, подозрительный Клинмастер и другие простенькие игрушки, дают сразу понять, на что рассчитан этот смартфон. Практически любые действия в Mi Favoru можно совершать жестами, переход назад, сворачивание приложения, открытие панели многозадачности, будильник, прием или отклонение звонка, включение фонарика. Интерфейс Mi от Xiaomi радует обилием функций и настроек, скоростью работы, но назойливая реклама никуда не делась. Это серьезно портит опыт использования, если не найдете в настройках, как отключить рекламные рекомендации. Системные обновления прилетают регулярно. Весьма вероятен шанс, что Redmi Note 9 перейдет на 11 и 12 Android. Xiaomi долго поддерживает свою оболочку, в отличие от других компаний. Оба смартфона получили типичный среднебюджетный набор камер, главная на 48 мегапикселей, сверхширокоугольная на 8 мегапикселей и два вспомогательных сенсора. Фронтальные камеры тоже имеют достойное разрешение – 16 мегапикселей у смартфона ZTE и 13 мегапикселей у Xiaomi. Главная камера Blade V2020 делает сочные, детализированные фотографии, особенно если включить HDR. В темноте камера хорошо все видит, специальный ночной режим позволяет снизить шумы и корректно повышает яркость. Время съемки не меняется до 4 секунд на один кадр, но оно того стоит. У сверхширокоугольной камеры отсутствует автофокус и присутствует неестественно теплый баланс белого, ночью плохо видно. Фронталка хорошо снимает при любом освещении, может размыть фон, но будет понятно, что это программная обработка. Камеры Redmi Note 9 особенно удачно работают днем. Сверхширик без проблем с цветопередачей. Если реализм для вас не на первом месте, активируйте режим съемки с искусственным интеллектом, чтобы трава была зеленее, небо голубее и все такое. В запись видео на смартфонах Blade V 2020 и Redmi Note 9 возможны максимум в формате Full HD 30 кадров в секунду. По производительности интереснее смотрится устройство от Xiaomi. В смартфоне Redmi Note 9 состоялся всемирный дебют нового чипсета Mediatek Helio G85. Технически у него более современный процессор и видеочип мощнее, чем у ZTE Blade 2020 на базе чипсета Helio V70. Кроме того, Xiaomi предлагает на выбор две конфигурации памяти. 3,64 гигабайта или 4,128. У смартфона ZTE нет младшей версии. В играх Redmi Note 9 проявляет свою бюджетную натуру. На это указывают периодические фризы и неторопливый старт. Работа с тяжелыми приложениями тоже иногда заставляет смартфон задуматься. Но если не перенапрягать его, то система функционирует без тормозов. Ресурсов более чем достаточно для любых мобильных игр и повседневных задач. А преимуществом Blade V 2020 стала продвинутая аудиосистема с технологией DTS X Ultra, по которую даже отдельные приложения добавили, где можно выбрать индивидуальные настройки звука для конкретных наушников. Поддерживается 450 популярных моделей. Качество сотовой связи, мобильного интернета и спутниковой навигации в черте города не вызывает претензий. Смартфоны Blade V 2020 и Redmi Note 9 поддерживают сети 4G, 3G, двухдиапазонный Wi-Fi, систему GPS, GLONASS и VDAO. Чип NFC имеется, но желательно проверять эту функцию перед покупкой, так как в продажи могут попадаться более дешевые модификации для других регионов без NFC. С аккумулятором дела обстоят чуть получше. Redmi Note 9. Емкости в 5020 мАч спокойно хватает на полтора дня активной работы. На первый день обычно расходуется 50-60% заряда, если ни в чем себя не ограничивать. Многих пользователей такая автономность устраивает. Тяжелые игры сжирают как минимум 10% в час, видео на средней яркости в режиме полета воспроизводится 16 с лишним часов. Это вполне приличный результат, учитывая огромный и не совсем экономный IPS-экран. Есть быстрой зарядкой 18 Вт, однако Xiaomi предлагает к смартфону блок питания мощностью 22,5 Вт, что было приятным сюрпризом. При необходимости от Redmi Note 9 можно заряжать другие устройства. Мощность реверсивной зарядки составляет 9 Вт. У ZT Blade V2020 аккумулятор емкостью 4000 мАч, но экономный чипсет Helio B70 и хорошо оптимизированный интерфейс при умеренной нагрузке позволяет смартфону дотянуть до конца второго дня. А относительным бонусом менее емкого аккумулятора стала ускоренная перезарядка. От адаптера на 18 Вт Blade V2020 набирает 100% за 80 минут. На полчаса быстрее, чем Redmi Note 9. Далее несколько отзывов о ZTE V2020 и Xiaomi Redmi Note 9 от обычных пользователей. Отрицательные. ZTE Blade 2020. Сложно найти чехол и защитное стекло на данную модель. Жемчужный цвет в дефиците. Фронталка не очень. Портреты получаются плохие. Инстаграм иногда зависает. Во время видеосъемки кошмарно пишет звук. Главная камера с интерполяцией на 48 мегапикселей. Реальное разрешение – 12. Xiaomi Redmi Note 9. Прошивка Mew тормозит из-за встроенной рекламы, которая сильно замедляет производительность. Ресурсы процессора и оперативки тратятся на показ рекламы. Плохое время работы от батареи. Максимум – день-полтора, если почти не пользоваться. Хотя заявлено 5000 мАч. Часто появляются проблемы со связью. Телефон вне зоны, но на другом рядом сигнал в норме. Положительная ZTE Blade V1020. За свои деньги отличный телефон. Очень хороший, абсолютно не лагает. Дизайн корпуса и качество камеры превосходят все ожидания. Есть световой индикатор уведомлений. Быстрое действие и батарею протестировал как только мог. Даже в игровом режиме – ни малейших претензий. Поддерживает быструю зарядку. В комплекте адаптер на 18 Вт. Xiaomi Redmi Note 9. Большая батарея, хороший экран, замечательная камера. Особенно в режиме искусственного интеллекта – красиво снимает. Мощный процессор, памяти много. Еще и подешевел. Зараза через месяц после покупки. Телефон не висит и не тупит. Redmi просто шикарен, как всегда. Громкий звук, понятные настройки, быстро заряжается. Пользуюсь с удовольствием. Не телефон, а праздник какой-то. Вердикт техноарены. В случае с Redmi Note 9 рекомендую выбирать старшую версию с объемом памяти 4,128 ГБ. Она не заставит вас испытывать недостаток ресурсов, так как с каждым годом сам Android и его приложения становятся более требовательными. Если мощность на втором месте и вы хотите сэкономить, то Redmi Note 9 с памятью 3,64 ГБ станет отличной звонилкой с хорошими камерами, большим аккумулятором, широкоформатным экраном и NFC. Для интернета легких игр и видео подходит в самый раз. ZTE Blade V2020 – это типичный среднебюджетный смартфон, самый стандартный. Он оригинально выглядит, в дизайне есть уникальные черты, но перед конкурентами Blade V2020 просто теряется, поскольку сложно назвать его безусловные преимущества. Смартфон такой же, как все. Если понравится, можно смело брать, он не хуже других. Отсутствие ИК-порта и гибридный лоток для карточек – это ерунда. У Redmi Note 9, например, светодиода уведомлений нет, ну и что? По сути, смартфоны одинаковые, только в каких-то мелочах можно придраться. Характеристики и стоимость смартфонов ZTE Blade V2020 и Xiaomi Redmi Note 9 вы можете уточнить по ссылкам в описании видео. Если сравнение вам понравилось, пожалуйста, поделитесь своим мнением в комментариях, ставьте лайк и подписывайтесь с колокольчиком. Спасибо всем за просмотр!